О принудительной стерилизации обитательниц местного пансионата для престарелых и инвалидов. Причем это тот самый пансионат, из которого мы уже делали сюжет про женщину. Ее оставили умирать в коридоре. Этот сюжет был о молодой семье двух людей. И муж все время сидел в коридоре у койки с умирающей женой, привязанной к кровати и накачанной снотворным. Уже тогда одна из героин сюжета сказала, что ее стерилизовали. Но на этой неделе разгорелся настоящий скандал. Похоже, что стерилизация женщин там была обычной практикой. Смотрите расследование нашего специального корреспондента Семена Еремина. В тексте заявления мы просто сообщаем, что были совершены противоправные действия в отношении лиц, которые его подписали. Шесть подписей прямо у входа в следственное управление СКР в Екатеринбурге, как требование справедливости. Проверка и так идет, но этим особенным заявителям нужно больше. И перед камерами они не стесняются ни своей речи, ни внешности. Всем делочкам делали. Не тем более правды, которую годами прятали за робостью и упрощенным восприятием реальности, свойственными людям с ментальными отклонениями. Они хотят наказать сотрудников Угтузского пансионата для престарелых и инвалидов, а еще врачей, сделавших с ними непоправимой. Либо ты едешь, перевязываешься, либо ты, кажется, едешь вопаясь, ну, как ПНИ. Разобраться бы еще, почему ПНИ, то есть психоневрологический интернат, страшен настолько, что угроза выписать. Туда направление непокорным работало безотказно. Вита и остальные женщины, только бы не оказаться там, подписывали согласие на медицинскую стерилизацию. Речь о серьезном вмешательстве в репродуктивную систему. Цель – сделать женщин-инвалидов бесплодными. Последствия необратимы, потому сама процедура, в принципе, строго регламентирована законом и может быть исключительно добровольной. Следствию предстоит ответить на вопрос, была ли такой стерилизация 15 жительниц Угтузского пансионата. Она мне сказала, что надо ехать в больницу. Она это кто? Марина Михайловна, терапевт. Не согласишься на операцию, то поедешь в ПНИ. ПНИ будет звучать в разговоре с Ольгой так же часто, как и с другими женщинами. Имя Марина Михайловна только в общении с теми, кого прооперировали в 2008-м. Бывшего терапевта пансионата доктора Кравченко мы нашли в одной из городских поликлиник. Теперь она ревматолог. Мужчина, как я могу отправить ПНИ терапевта? Как я могу это сделать? Как я могу их вынудить что-то сделать? Возмущена, утверждает, что все сказанное клевета. Это интервью, снятое на камеру смартфона, спустя час показываем четверым заявителям. В стерилизации проводит какое-то гейкалортическое отделение, и терапевты тут вообще не при чем. Понял, спасибо большое. Да, просто прийти. Да, или ты прийдешь. Да, да, вот сразу же. Ее, конечно, узнали. Такая же, как и 12 лет назад, светловолосая, симпатичная женщина. И особенно реагировали вот на эту часть интервью. Если у людей психическое заболевание не называют чье-то имя, я-то тут при чем? Бессилие перед врачом, который ставит диагноз. Умственная отсталость, как клеймо. Даже сейчас, когда позади мытарства с получением положенных им по закону квартир и несколько лет самостоятельной жизни вне пансионата. Возьмите, да, на фон, что мы больные люди. Да, психологически, типа, больные мы. Мы придумали это, да? Угу. Все это разбирательство прошлой весной затеял Андрей Богданов. После того, как в больнице умерла его жена Надя. Это отдельная история. Там даже причину смерти до сих пор не установили. Впереди третья экспертиза. Надя тоже из числа тех, кого стерилизовали. У Андрея даже фото после операционной выписки есть. Утверждает, жена подписала согласие под давлением. Бумажка есть, подпись есть. Все, ты попал. Все равно надо разбираться. Вот я, например, хочу разобраться с этим, чтобы их наказали. Кого их, определит следствие. Бывший терапевт Кравченко не просто так упомянуло гинекологическое отделение. Уктузский пансионат обслуживается 20-й центральной горбольницей. Периодические медосмотры, лечения и те самые процедуры медицинской стерилизации. И очень хотелось знать, как это все организовывается конкретно здесь. Какими документами сопровождается с момента поступления пациентки и до момента выписки. Но то, что разговор с администрацией учреждения не сложится, стало ясно буквально в течение минуты после того, как охрана доложила о нашем визите. Взятые вторые. У нас были. Известные. И вот спустя непродолжительную паузу главный врач Семен Хмельникер спешно покидает здание. Здравствуйте, Семен Владимирович. Здравствуйте. Кто-нибудь знакомый? Я же к вам. Наверное, у меня не получится. Я на похороны. Первое интервью нашей группе он давал в марте после гибели Надежды Богдановой. Новых неудобных вопросов решил избежать вот так. Но от следователей уйти будет сложнее. Последние операции проводились уже при нем, в 2017 году. Куда Аню без них? Она у больницы 20-й, все же, ей готовят аборт и стерилизацию. У меня шок такой, знаете, шок. Я быстрее к директору, потом подошел на следующей неделе, говорю, зачем сейчас делаете Аню? А он мне ты дычет, что у нее позволяет диагноз, что она не может родить. Владимир и Анна в официальном браке. Знакомые еще с детдома и вместе попали в интернат. Им даже общую комнату дали. А когда она забеременела, чудо не случилось. Аборт, операция. Аня не смогла оспорить, а Владимир тогда не был ее законным мужем. И тут действительно есть что расследовать, даже если в документах о согласии на операцию стоит подпись пациента. Закон разделяет такое понятие, как согласие и желание. Потому что, например, мне не очень хочется, чтобы мне, не знаю, оперировали аппендицит. Но я согласен, да. Я не то, что хочу. Ну, хорошо, согласен, да. А вот стерилизация так не получается. Там недостаточно согласия. Там нужно, чтобы человек выразил желание, чтобы он сказал, да, я не просто с этим согласен, я хочу это. При желании, происходящее в Уктузском пансионате, можно уложить и в дискурс Евгеники. Множественные факты стерилизации действительно выглядят как селекция. Такое пятно на репутации свердловским чиновникам понятно иметь не хочется. Мы в первую очередь заинтересованы в полном, всестороннем и частном расследовании этой информации. Наглая ложь. Вы в первую очередь заинтересованы в сокрытии улик и в замятии дела о принудительной стерилизации. Вообще страшно жить в России. То ковид всех и вся сметает на своем пути, а то и вовсе принудительно стерилизует и кастрирует неугодных властям граждан. Врачи-убийцы, врачи-садисты действуют в Екатеринбурге, достойные продолжатели дела Менгеля. Это реальность, а не вымысел в современном здравоохранении Российской Федерации. И я призываю к жесточайшей расправе над екатеринбургскими врачами. А то действительно страшно жить. Тебя вполне принудительно могут кастрировать. И поэтому государство наше, конечно же, полное дерьмо. Это не Россия. Это реальный фашистский третий рейх какой-то. И поэтому мы начинаем добров в эфире. Утром в эфире, а вечером в чефире. Власти не планируют вводить в Россию жесткие меры из-за ковида-19. Ага, ага, он уже в Екатеринбурге всех принудительно кастрирует. А потом, как ведут не жесткие меры, а жесточайшие ошейники со взрывчаткой, красные повязки, как в третьем рейхе, специальную маркировку людей и так далее. Такие предложения уже всерьез и на полном ходу звучат в правительственных кругах. Но наш царь, а никакой не президент, Владимир Владимирович Путин, все отрицает. И говорит, что вы, граждане, даже и в плане у нас не было вводить жестких карантинных мер. Все уже наелись карантином. Все, гулять охота и заходить в кафе. Но, конечно, сегодня Путин сказал одно, а завтра скажет совершенно другое. Но пока что в свое нежелание вводить жесткие меры, Путин объяснил тем, что уже появились и препараты, и медикаменты, и вакцины, и особое всеобщее тестирование граждан на этих препаратов. Да скоро вообще будет развернута вакцинация по всей стране. Мы, в общем, заполним производители препаратными мощностями, точнее наоборот. И будем делать вакцину. Делать и делать, делать и делать. А как же быть со словами Собянина, что вакцина будет готова в промышленных масштабах только в следующем году? Да тьфу на Собянина! Заявляет нам наш президент. У нас-то в России, ого-го, вы не знаете, первая экономика не то, что в мире, в галактике млечный путь. Все одеты, обуты и получают зарплату по 100 тысяч рублей в месяц, заявил наш президент. Что, не так? Но ведь по отчетам в администрации президента все так? А тем временем, ширится, растет заболевание. В том числе и потому, что нету нормального питания. Более миллиона заболевших в России, более 10 тысяч погибших за сутки от ковида внутри самой России. Зато по президентским меркам это все хорошо, просто замечательно. Просто статистику ведут враждебные укрнацисты, которые шаманят с цифрами, заставляя обновлять антирекорды по числу заболевших и умерших от коронавируса. А так, конечно же, заявляет наш президент, все хорошо. Вот уже и предприятие Вектор, которое своими биоотходами загрязняет Польшу, работает над обучительной вакциной. Это, наверное, как в могучих рейнджерах. Помните, да, когда несколько роботов объединялись в один гигантский? Вот так же и предприятие Вектор все вакцины смешивает в одну, а потом начнет производить... Я не сильно понимаю в науке, но, по-моему, это тот еще бред. И предприятие Вектор начнет сразу готовить объединенную вакцину и против гриппа, и против коронавируса, и против здравого смысла в России. Даже пропагандист Соловьев вынужден принять... Ну, что, ну да, после вакцинации температура поднялась до каких-то 38 градусов, с нормальной 36, и поташнивала, и речи Соловьев не мог нормально на Соловьев лайф произносить целые сутки. Но зато лекарства есть где-то в кремлевских казематах. А я-то думаю, что пока еще есть только одна единственная вакцина, да и то в штучном непромышленном масштабе. Но на нашем президенте, как всегда, надеты розовые очки. Теряете вы оперативный КГБшный нюх с годами, ай-яй-яй, агент Платов, под псевдонимом Моль. Моль ты ГБшная, а не президент. Интересная тактика у Кремля. Вроде бы Путин действительно не вводит жестких мер, но Собянин их все время подбрасывает и подбрасывает, а за ним и другие губернаторы и меры. Такая же тактика была и весной, когда не Путин вводил самоизоляцию и жесточайший домашний арест всем россиянам, а главу субъектов Российской Федерации, которая, эта самоизоляция-домашний арест, к слову, закончилась полным провалом. Как с эпидемиологической точки зрения, когда заболевших коронавирусом осенью больше, чем весной, и спрашиваются, а нахера тогда мы сидели все на карантине. Так и с экономической точки зрения, когда жесткие меры весной пробили огромную дыру в бюджете, и теперь непонятно, как ее и с чего латать. А Сергей Семенович Собянин, о ужас, вопреки заявлениям президента, всерьез запретил развлекаться без специального QR-кода. А дальше что? Нельзя будет туалет без специального QR-кода ходить, что ли? Собянин смешен, но еще больше смешен Путин со своими высказываниями в духе «Да не боись, да не боись, все хорошо будет! На, прими таблеточку от головы в виде экстади!» И все сразу хорошо! Медицина у нас на первом месте не то, что в мире, в галактике! А какое образование! Марсиане завидуют! И все это от вакцинации спутника Ви. Так штырит людей. Ладно. И в том числе и самого Владимира Владимировича. Ладно. Путин, конечно, не может говорить в духе, что у нас все плохо, когда у нас все плохо. Потому что он не президент, а он царь. И он должен встелять надежду в своих подданных. Но, тем не менее, недаром ему вручили шнобелевскую, не нобелевскую, а шнобелевскую, премию мира, за попытку научить ученых лечить быстро всех от ковида. Да, недаром в Кремле живут в параллельной реальности, где еще жив СССР. А Гагарин полетел не вокруг Земли, а на Венеру и на Марс. Чем дольше Путин будет пребывать в своих розовых очках, тем больше погибнут россиян от ковида-19. Если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли отравили его. Кого? Ну, вы знаете, того, кого нельзя называть в Кремле под страхом расстрела, которого отправили на лечение в Германию. Об этом Путин заявил на форуме Валдай. Ну, сначала пару слов про этот форум. Но форум провалился. Путин впоследствии в видеосвязи пытался предлагать какие-то инициативы типа продления на год СНВ-3. Обсуждал он с политологами ситуацию на Горном Карабахе. Но уже на следующее утро все про Валдай забыли и начали обсуждать настоящую передовую демократию. А конкретно, что сказал Байден Трампу в третьем туре дебатах на пост президента США. И что ему, Байдену, ответил Трамп? Это там, за океаном, президент, переболевший коронавирусом Трамп, может собрать многотысячную акцию в свою поддержку. А что же президент России? А вот политологам посредством видеосвязи даже не сам лично объясняет про нашу суверенную демократию, которой и близко даже нет. Ну не смешно ли? В России абсолютно арабская психология, где Путин от формы к форму гоняет этих несчастных политологов. Но вернемся, это про Валдай. Но вернемся к Навальному. Путин заявил, что лично дал поручение генпрокуратуре проверить возможность отправки Навального на лечение в Германию. И вот Путин пойман на очередной лжи. Уже и прикобленные политологи на Валдаве видят отчетливо, где он лжет. Удастся Навальный что, заключенный, что ли, чтобы его отпускали или нет на лечение в Германию, и чтобы это решала генпрокуратура. А если он обвиняемый, то по какой статье и по какому процессу? Где в Уголовном Кодексе Российской Федерации сказано, что генпрокуратура решает отпускать человека, который даже не проходит в статусе обвиняемого не по дому из уголовных денег в Германию или не отпускание? Где это написано? И почему этим занимает собственно генпрокуратура? Вопрос, конечно, интересный. Нет ответа на него. нет ответа в юриспруденции, но есть ответ с точки зрения логики. Генпрокуратура замедляла, то есть, не то чтобы препятствовала, но замедляла отправку Навального в Германию с тем, чтобы новичок рассосался и уже потом выпустили берлинского пациента в Германию. Вдумайтесь, в этот человек, ну, который пока не проходит ни по дому из уголовных дел, решает, вдумайтесь, пока человек, вдумайтесь, в это, который пока не проходит ни по одной из уголовных дел, решает генпрокурорские работники выпускать или нет из страны. Дания, Путин заявляет, если бы фигурант, о котором вы говорите, ну, он боится произносить фамилию Навальный, мы бы его хотели отравить, вряд ли мы его отправили на лечение в Германию, если бы мы его реально хотели отравить. Но мы-то с вами все прекрасно помним, во-первых, эвакуацию Навального из России в Германию проводила, проводил не Путин, а проводила госпожа Меркель, которая приказала своим пилотам Люфтганзе ну хорошо хоть не Люфтваффе, нарушить территориальное пространство России, сесть в аборту Омска и ждать дальнейших распоряжений. Что оставалось сделать Путину в такой ситуации? Уничтожать еще один самолет после той истории с Боингом в небе над Донбассом, чтобы точно западные лидеры свернули Северный поток 2 и наложили самые жесточайшие санкции, при которых власть Путина не удержится. Да нет, конечно же нет. Да и потом вспомнился фильм Тарантино убить Билла, где киллеру стало жалко свою невесту убивать. Вот видно, да что ты вот видно и нашему царю стало просто жалко своего оппонента. Путин просто пожалел Навального. Видно, задумка была в другом. То есть, не убивать Навального, а сымитировать отравление, якобы Навальный сам отравился. Но когда это не вышло, то стали исходить из принципов гуманизма. И в конце речи Путина Навалда и про отравление Навального Путин заметил, что мы попросили Германию считай Меркель предоставить биоанализы и официальное заключение клинике Шарите про отравление Навального для возбуждения уголовного дела. Против кого вопрос? Правильно, против самого Алексея, мол, сам отравился. Но гениально, конечно. Да и просто Меркель не дала улики по делу отравления Навального биоматериала и правильно сделала, ведь если действительно Навального отравили российская власть в лице диверсантов ФСБ или ГРУ, то, конечно, эти улики они уничтожат. на такие разводки Меркель баба с яйцами не велась. Столько лет прошло в Кремле, а до сих пор боятся Алексея называть пофамильно. Кроме этого в ФСБшнике изъяли видеозапись с 50 камер в гостинице где траванули Навального, а потом эти улики вдруг да и уничтожили. доказав всем, как здесь в статье Дождя написано, что это власти России траванули Навального и доказали не только это сотрудникам телеканала Дождь, но и шведским, французским и немецким специалистам. Наваривого точно отравили российские власти, но они не собирались его убивать или они хотели это сделать так, чтобы Навальный типа умер от своей болезни, но не получилось. Названы российские регионы самым быстрым ростом числа заражений коронавирусом. Итак, где власть не справляется с ковидом? Где люди любят тусоваться и устраивать пиры во время чумы в массовом порядке? Где притягиваются друг к другу в прямом смысле в смертельном поцелуе люди без масок и перчаток? Ответы на эти вопросы дает эксперт центра статистики и модерирования никчемной ситуации Агаш Паводян. Самая в лентеру пишет самая тяжелая ситуация сложилась удивительно не в Москве или Питере а в Бурятии Чукотке да на Алтае да в Новосибирской области да в Марь-Эл и конечно же в Севастополе а также в Доргородской области и в Нарьян-Маре результаты честно говоря довольно удивительны но во-первых оказывается буряты любят отжигать на полную катушку раз количество заболевших у них максимально высокое это два ну и конечно а где предсказание что мол на Алтае что-то типа ковчега построено от конца света и там люди должны спастись от неминуемого конца света а когда когда даже самоизоляция в горах Алтая не помогает защититься от страшного и опасного коронавируса которые мочат в России абсолютно всех кого захочет настораживает и то что Чукотка Бурятия это не просто отдаленные а северные районы страны где круглый год идет стерк и из-за этого можно сделать вывод что снег ну в целом мороз не только не убивает вирус а наоборот способствует его максимальному распространению исходя из этого можно прогнозировать что больше всех россиян заразится и умрет ковидом 19 в феврале и январе в марте месяце ну может быть еще и в декабре потому что обычно в эти месяцы в России самые лютые морозы но в последнее время декабрь выдается обычно теплым но вот январь февраль действительно хладрыга да уж прогноз резко и крайне негативный по ситуации в стране с коронавирусом снег и морозы способствует распространению коронавируса вот так вот конечно если мы говорим про отдаленные регионы такие как Бурятия и Якутия дело не только в погодном факторе но еще и в том что медицина там впрочем как и везде в России едва ли легкодоступная вот люди и болеют коронавирусом продолжая ходить в гости и заражать других меньше всего заболевших в Краснодарском крае Чечне Ингушетии и Ленобласти то есть на юге России где солнце даже зимой прогревается до плюс двадцати тут из общего ряда выделяется Ленобласть которая не на юге а приростов ковидников там нет интересно почему не потому что все стремятся уехать оттуда в Санкт-Петербург кажется у меня есть ответы на этот вопрос дело в том что не так давно на Ленинградской атомной электростанции ввели в мощность новый энергоблок и повышили мощность до максимальной величины до ЛАЭС и сразу вдруг в Ленобласти ковидников стало меньше то есть понимаете к чему я кладу да радиация помогает вводить и уничтожать коронавирус ну получается так по другому то что в Ленобласти больше всего заразившихся коронавирусом по другому объяснить нельзя так что хотите защититься от коронавируса езжайте в Чердобыль или на любую атомную электростанцию в России правда как бы вы потом не скончались от радиации но это уже другой вопрос однако деление регионов на зоны где хорошо с коронавирусом например в Ленобласти и где плохо например в Чукотке и в Бурятии это весьма деление это условное вот например в Лугоград в так называемой средней зоне это где ни шатка ни вятка ни вялка ну в общем где вроде бы есть рост прирост ковидников но еще ситуация в целом типа под контролем так вот в Волгоградской области в средней зоне по ковиду а Волгоградская область находится ну там в больницах уже не осталось мест и даже лекарств аптеки пусты и Волгоградцы сейчас живут как в Сталинграде на осадном положении нету никакой стабильности и в других регионах России где по статистике вроде бы хорошо вот например в моей родной Самарской области где губернатор уже заразился коронавирусом и перезаражал других и все мы ждем когда Дмитрий Азаров губернатор нашей Самарской области сдохнет от коронавируса так вот значит число больных коек в нашей в моей родной Самарской области было 28 тысяч в 2000 году а в 2018 им было 21 тысяча получается 5000 коек которыми хвастался наш губернатор и еще плюс 770 специализированные коек для ковидников они находились их держали на складах и их хотели в прямом и переносном смысле распилить на металлолом но пандемия внесла свои коррективы то есть обратите внимание в Самарской области 28 тысяч коек больных было в 2000 году когда кстати говоря наш должностный президент вступил в должность а в 2018 осталось только 21 тысяча а делайте выводы господа и в 2024 году скидывайте нашего президента с паста а может даже и раньше в школах Самары уже все учителя больны коронавирусом ну кроме моей матери недаром у нас в области продлили школьные каникулы до 9 ноября вместо одной недели две дальше больше детей начали избивать за то что они без маски ходят а вот в Ялте ситуация пострашнее чем в Самарской области мэр Ялты скончался не после заражения коронавирусом а после вакцинирования спутником нашим лекарством от коронавируса воистину у нас производят лекарства от здоровья так что даже вакцина некоторым мэрам некоторым губернаторам не помогает а лишь ускоряет переправу их на тот свет поэтому пока эти люди пока не поздно смотрите откровения Эрика крепки каждую пятницу вплоть до 20 ноября с Джексоном Эгглсом и Джаргом подалеки сериал сверхъестественное там говорится что Бог всерьез вознамерился уничтожить все наши миры а ковид это его способ такой так что покайтесь люди России пока не поздно но если вам не нравятся сериалы то читайте откровения Ивана Богослова там все написано что придет коронавирус и кранты кранты нашей цивилизации новость я конечно страха нагнал понятно но новость сейчас будет новость не связанная с коронавирусом 90-е в России вернулись ура товарищи кстати уважаемые зрители моего канала чтобы быстро переписали все ваши заводики такси пароходики на мое имя а не то вы будете валяться трупиками в натуре у нас все в антураже 90-х и в ажуре ну а пока я ищу свой запыленный малиновый пиджак послушайте про одно дельце короче и в натуре СКР в Ленобласти возбудили уголовное дело об убийстве бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова и официально подтвердили в СКР что это было заказное убийство как установили следаки вечером в субботу 24 октября некий неустановленное пока лицо одним выстрелом всего лишь достаточно их тому же maken happen а ен как это который находился на территории своего Это так по-ганстрски убить жертву дома. На месте преступления съехались все журналисты, террористы, экстремисты, местная шпана с главой управления СКР Паренобласти. На месте преступления не было только его сына, автогонщика Виталия Петрова, что уже наводит тень на плетень. Но у Виталия алиби. Он был в день убийства отца в Португалии с Тюартом, но в связи с гибелью отца отказался от выполнения своих прямых должностных обязанностей. И поздно вечером 24 октября Виталик вылетел в Выборг. Я напомню, что в свое время Александр вложил в Виталия более 15 миллионов долларов на продвижение своего сына в мире автогонок. Да, это спорт делала не для бедных, поэтому в Формуле 1 так мало россиян. И все они не на ведущих ролях. Ибо тратиться надо много, а вот чтобы кого-нибудь подкомпировать или залить в мотор допинг, так делать не получается. Да и все мы знаем, что такое российский автопром. Когда даже болит для Формулы 1, для Формулы 3. Не то, что для Формулы 1. Автоваз не может их готовить. Вот и вот убийство отца пилота Формулы 1. Это жесточайшее предупреждение всем автогончикам в России. И даже не идите в Формулу 1 в автогонке. Для вас все это плохо может закончиться. Как для Виталия Петрова я уверен, что гибель отца это на совести Виталия. Ровно в 18.00 сработал киллер-профессионал, который без сомнения бросил вызов Сергею Сазину, главному следаку Ленинградской области. Мол, поймай меня, если сможешь. И смотри, вон как я классно грохнул депутата. Народ одобрит. Вот следствие приходит и продолжает происходить мне прям в мозг новая информация резонансного уголовного дела. В Петрова стреляли, когда он выходил из бани, разгоряченный, чтобы окунуться в руке. Тут я ставлю под сомнение эту версию, потому что на дворе не май месяц, какая река. Но оставим это следствию. Может быть тело после бани было выброшено в реку. Да, стоит напомнить, кто такой Алексей Петров, которого грохтал киллер-снайпер. Это крупнейший бизнесмен. Владелец крупных предприятий в сфере судоходства, транспортного и гостиничного бизнеса. Который нашел своего киллера-снайпера, который поджидал Алексея возле своей бани. Ищите, господа следователи, снайперскую винтовку. Может быть, после того, как вы найдете эту снайперскую винтовку, из которой был произведен выстрел, вы распутаете весь клубок убийства депутата, бизнесмена и просто отца автогонщика Формулы-1. А вот что-то тогда и прояснится. Так, уже понятно, что снайпер ждал свою цель на другом берегу реки. Так как на территории дома никого, кроме Алексея и его прислуги, не было. И, конечно, это косяк охраны Петрова. Этих нелюдей надо распустить и устроить в самую захолустную пятерочку Выборги. С пометкой «Допустили убийство своего шефа». Более конкретно, убийство произошло в поселке Великое Выборгского района Ленинградской области. Теперь поселок можно смело переименовать в «Великое убийство», а не просто «Великое». Тем временем клубок-то распутывается, а вот как Виталий мог быть причастен к убийству своего отца. Через Выборг украли больше полтора миллиарда бюджетных средств. При этом, пустив Петрова по бороде, он предъявил, и тут все завертелось. У кого-то сильно начало пригорать, а после дискуссии с дольщиками Алексея, Александра, было решено его убрать с пробега. Терсал, обезопасив свои коррумпированные задницы чиновников Ленинградской области. А его сын Виталий участвовал в фирмах-девках своего отца и устраивал сначала конкурс, потом тендер якобы для работы, потом оформлял перевод денег и так далее. «Обдаличивая их уже у себя в Португалии через вот этот вот союз международных автогонщиков, воруя у отца половину доходов по информации в Фонтанке, Ру, ну а статью вы видите о регионах. Могли ли внутренние семейные разборки привести к такому фатальному исходу для отца известного автогонщика? Да, могли. Так что следователям, конечно, надо всерьез покопаться в контактах Виталия. Вообще, чита Петровых, несмотря на то, что были депутатами, думали только о себе, за что и поплатились. Они владели не всеми видами ОАО, ЗАО, ООО и так далее, и не думали о людях и соцгарантий для них в Ленинградской области, а только об набитии своих карманов. И вот такой вот исход их постигла снайперская пуля кара от снайпера-убийцы. А тем временем всплывала фамилия некаях братьев Рубиновичей, с которыми Петров-старший враждовал, и одного из которых лично Петров-старший их грохнул. А значит, был мотив у другого брата. К тому же Петров-старший участвовал в бандитской группировке некого трабера. Чита Петровых абсолютно не просто мошенники, а воры и убийцы, и под делом им досталось. Так что не пожимайте руку Виталию Петрову, а говорите, что он из семьи не просто мошенников, а убийц. Выкинуть вообще Виталия надо из формулы 1, 2 и 3. Так, что у нас там? 47. Дальше идем, идем дальше. Навязать свою повестку. К чему может привести реализация народного ультиматума белорусской абориции? Ну, конечно же, к процветанию республики Беларусь. Как независимый. Самое главное, независимый от российского мордора и его орков республики. Ну, у пропагандистов с Russia Today, как всегда, другое мнение. Своё мнение. Которое они пихают в задницу Маргарите Симонян. А та получает удовольствие от этого всего. Итак, истинная президентка Белоруссии Светлана Тихановская объявила об начале общенациональной белорусской забастовки. Теперь люди на белорусских предприятиях не будут работать. Вот, да, они уже запрыгли на крышу своих предприятий. А будут бастовать и устроить сташки. Как картофельный тиран Лукашенко, которого ненавидят все в Белоруссии, не уйдёт добровольно с поста президента. Белорусская оппозиция намерена не только парализовать работу МАЗов и Белазов, но и перекрывать дороги, что грозит обвалу цен в государственных магазинах Белоруссии, а других магазинов там и нет. Не забываем, что Беларусь это уазис такой советской экономики. 25 октября люди в Минске уже вышли на общенациональную забастовку и спуска Лукашенко за то, что он освободил некоторых политзаключённых. И пообещал им, что это его последний президентский срок. Спуска ему всё равно за это нет и не будет. Гремели взрывы. Рвались петарды. Но, как пишут в Варти, такая тактика оппозиции ударит по ледовым гражданам. Ага, как же, пчёлы против мёда. Белорусская власть сильнее по своим гражданам, чем белорусская оппозиция. Рядовые граждане, наоборот, всей силой и душой поддерживают оппозицию. Им уже Лукашенко надоел. Он просто им надоел. И всё. И не важно, какую он политику проводит. Пророссийскую, антироссийскую или многоверторную. Есть в Белоруссии запрос на политиков новой формации. Таких, как Светлана Тихановская. Которые могут построить в Белоруссии сильное западное европейское государство с базами НАТО по всей республике. 25 октября, тот самый день демонстранты от Тихановской. Она, конечно же, политик новой формации. Которые явились и ни в коем случае не запылились к резиденции Лукашенко в Минске, где он и его подручные карманные менты мутузили дубинками с надписью «Made in Russia» протестующих. Кстати, силовики, которые заранее стянули армейские грузовики. Чтобы больше народа полегло, а потом они бы уехали обратно в Россию. Они стянули армейские грузовики, чтобы больше белорусского народа полегло. Они бы потом, случись что, отправились бы в Россию. Но протестующие не унывали. Они еще днем собрались на улицах Минска и пошли в бой. Вот прям не на митинг, а в бой. На силовиков. Да, кстати, дубинки «Made in Russia» это то единственное, что эта самая «Раша» может производить сейчас окос темного властелина Путина с урона. Окинула своим взглядом Беларусь, а до этого Украину. Так что, трепещите, белорусы. Городские власти Минска тоже вставляли палки в колеса на протестующих. Закрыли 12 станций метро и снизили попустую способность интернета. Последнее вообще смешно. Как будто нельзя записать, а потом, когда скорость интернета будет нормальная, уже выкладывать все в сеть. Как ментовские бляди бьют мина протестующих в Белоруссии. Белорусские силовики у нас показали свой звериный оскал. Уничтожать их надо прямо на улице за это. Ах, ну да, ну да, в Белоруссии же мирный протест. Так вот, силовики, это лукашенковские отморозки из милиции. Кидались на мирно протестующих, кидались в мирно протестующих сразу гранатами. Ну а чего мелочиться-то? Ладно, хоть не из пулеметов стреляли. Хотя и до этого в Белоруссии, может быть, и скорее всего дойдет. А Тихановская вошла в раж. Надоела, надела свое черное платье. Вот оно, черное платье. Ну, черный пиджак, не важно. И объявила ультиматум Лукашенко. Да, вот что-что. Но даже на Майдане не было ультиматов Януковичу. Так вот, Тихановская заявила, что если до захода солнца 25 октября наши ополиционные требования не будут выполнены, то будет такая забастовка, что мама не горюй. Тихановская заявила об этом, словно Лукашенко, какой-то страшный вампир, кусающий белорусский народ. Вот он, да, вампир. Вампир Лукашенко. Так, наверное, и есть. Для помощи бастующим Тихановская организовала фонд борьбы с русским миром, который будет называться Центр помощи протестующим. Уже более 325 крупнейших предприятий белорусских присоединились к забастовке Тихановской. Их рабочие ряды Лукашенко с ними ничего сделать не может. Пока этот супостат и дармоед не покинет президентский пост. Забавно, как подчеркнула Тихановская, что деньги на белорусскую революцию собирают во всем мире, в том числе и в России. Так что бай-бай русский мир в Белоруссии. Все, он провалился. Никто не хочет в русскими даже Армения, которая сейчас подвигается с нарядами Азербайджана, хочет быть в НАТО и ЕС. Уж тем более Беларусь. Лукашенко уже давно нелегитимный лидер своей банановой белорусской республики. Все, закончилась его эра. И судя по взгляду, он прекрасно понимает. И началась эра Тихановской белорусов. теперь, раз уж Лукашенко не хочет добровольно отдавать власть, то на белорусских НПЗ начнется полная вакханалия. Вот она уже началась. По приказу Тихановской. Если Лукашенко покинет свой пост, то вопреки написанному в Russia Today жизнь простых белорусов, а вот они самые обычные белорусы, станет легче и светлее. У белорусской оппозиции ничего не получится, уверены прокремлевские агенты, наводнившие Беларусь в эти нелегкие для республики дни. Нет, уверен я. Все получится. И надо добавить как раз и надо давить как раз на Лукашенко через белорусскую экономику, где тонко там и рвется. Отвечая на вопрос, к чему может провести реализация так называемого народного ультиматума белорусской оппозиции, гордо ответим к показыванию пятой точки пропагандисту Владимиру Соловьеву на его стриме Соловьев лайф, когда ему рабочий показал свое пятое место и высказал свое отношение к Российской Федерации. И посредством этого он высказал конечно не только Владимиру Соловьеву все, что рабочий Минска, рабочий Белоруссии думает об России, но и адресуя свою голую пятую точку, свой так сказать детородный орган, также Владимиру Путину. Вот к чему привел народный ультиматум белорусской композиции к показыванию обнаженных частей тела российским провластным кругам и российской власти. Так что Беларусь хочет быть в НАТО и ЕС, а не хочет в русском мире. Но Россия все-таки наверное скоро захватит Беларусь, но это уже отдельная тема. Захватит, захватит, даже не сомневайтесь. Власти тупым быдлскоту под названием российское общество вновь затягивают поводок и запрещают все радости жизни. А скоро даже сходить в туалет нельзя будет без разрешения властей. Давайте идите и еще проголосуйте за тех, кто вам в прямом смысле перекрывает кислород, так называемый вкус жизни. и так, что на этой неделе вновь запретили и будет находиться под жестоящим запретом в разных регионах России. В Свердловской области запрещены все спортивные мероприятия до 5 ноября. Правильно? Чтобы люди толстели, жирели, дрыхлели и сдохли не от коронавируса, а от ожирения. Также запрет в Свердловской области на выезд детей спортсменов и их тренеров на соревнования, проходящие за пределы области. Ну, то есть, да, чтобы отсутствовала конкуренция, чтобы еще долгие лет 10 свердловчане не привозили никакие медали, не то, что международного уровня, но даже всероссийского. Заниматься спортом свердловчане на период пандемии не будут, а будут дистанционно. Ха, я очень бы посмотрел, как футбол или хоккей или волейбол можно заниматься дистанционно, да, не в игры от фирмы ИА, спорт, там, FIFA или NHL, а как можно заниматься спортом дистанционно, да, как, ну, в футболе хоть можно дома набивать мяч ногой, а как быть хоккеистом, непонятно, что, дома размахивать клюшкой, что ли? Браво, тот, кто это все подписал, а именно начальник управления спортом по Екатеринбургу Людмила Фатина, вообще каких-то старанностей стерилизации, вот, например, каких-то чиновников в общем Екатеринбурга, какие-то конкретные мрази, и Екатеринбург действительно город отборных бесов. Вот, весь спорь, благодаря Людмиле Фатиной, теперь успешно будет деградировать, и еще больше неспокойно, неспокойство с коронавирусом, и ограничительными мерами в Тульской области. Там аж до самого нового года, до 31 декабря, запретили проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек. Так много обычно человек, простой человек, собирает два раза в жизни, на свадьбе и на похороны. То есть, даже организовать нормально поминки нельзя в Тульской области. Ну, надеюсь, что мертвые в полустороннем мире за это отомстят жителям Тульской области. Ну, ладно, хоть туликам хватило пока смелости не закрывать кинотеатры, концерты и экскурсии в музеи и прочие мелкие радости провинциального города. Но зато вот закрыли бильярдные, боулинги, ночные караоке, клубы, залы, рестораны и кафе. Все это не будет работать до 7 утра, а люди будут спаиваться дома, устраивать, орать песню в душевые кабины на зло соседям, а те жестоко с ножом у как будут расправляться со вчерашними завсегдатами ночных кафе, которые теперь вынуждены будут оставаться дома. Но самые жестокие ограничения после Москвы, разумеется, ввели в Санкт-Петербурге. Чекистская трусливая мразь и еще один друган Пузина из КГБ, который проиграл схватку, борьбу с коррупцией и был коррумпирован. Александр Беглов запретил работу общепита в ночное время аж до 29 ноября. Это прям смешно, как будто вирус атакует только ночью. А днем можно, ешь себе и пей, в Санкт-Петербурге да баклуши бей, да заражай всех. Главное, нельзя работать общепиту в городе, но не во всем городе, на вокзалах, аэропортах, и АЗС можно жарить крысу, да, и предлагать покупателям ее в виде какого-нибудь люля-кебаб. Даже свадьбы теперь под запретом ну утешает одно. Вы все из вот утешает одно. Мы все знаем из уроков истории, чем занимаются петербуржцы, когда им запрещают веселиться. Правильно? Устраивают революции. И кровавые воскресенья. Видно, настала очередная пора заниматься свержением властей аниболами. То же самое запрет на работу общепита в ночное время вводится и в Новгородской области. А именно запрет на проведение банкетов. Губернатор идиот. А по-другому и не скажешь. Андрей Никитин заявил, что значительное заражение происходит при проведении банкетов. Поэтому он и предложил их запретить у себя в Новгородской области. Вы себе представляете. Да, больной человек, высокая температура, кашель, подозрение на ковид. А тут он такое заявляет. «А давайте проведем банкет». Конечно. Самое время, блин, гулять с температурой. Также идиот, а никакой не губернатор Никитин посмел возмутиться, что существует предприятие с численностью до тысячи человек, где количество работников на удаленке равно нулю. ну так может быть там невозможно всех перевести на удаленку. Ну нет, давайте, пишет Никитин, переведем. Сначала на удаленке будут пять процентов сотрудников, потом тридцать, потом все, а потом давайте предприятию с численностью до тысячи человек вообще закроем, а людей выбросим на улицу. Ну зачем они нужны? Браво, Никитин, цензурных слов нет про твою работу, гнида ты, Никитин, а не губернатор. В Ростовской области запретили работу блошиных рынков, ну то есть непродовольственных ярмарков, как милость, что в 21 веке в России люди на ярмарках еще продают свои ценные вещи, потому что их довели до нищенского состояния, что они вынуждены продавать на блошином рынке свои ценные вещи, их довели до этого власти, как мило. Но теперь они не будут продавать вещи на блошиных рынках только через западный Ебэй. в Пермском крае запретили выходить гражданам старше 65 лет гулять. Полнейшая мерзость со стороны пермских чиновников. Людям теперь нельзя гулять и заниматься спортом в садах, скверах и парках. Но они будут делать это просто на улице. Это раз. Тем самым все равно распространяя вирус, но еще это же антисоциально запрещать людям гулять на свежем воздухе. В Пермском крае в ее администрации засели это надо знать пенсионерам, которые пережили войну, засели откровенные фашисты. Знаете это в пермячи, пермяки. Вы не победили фашист. Он у вас возродился в полной мере в лице чиновников от районной администрации. В целом по регионам картина следующая. Возят какую-то дурь, вводят какую-то дурь местные губернаторы и чиновники рангом пониже. И получается, что не решают проблему с распространением коронавируса, а создают еще большие проблемы на фоне борьбы с коронавирусом. Браво! Молодцы! Всем вас надо расстрелять к едве нефине. Последняя новость на сегодня. Грандиозный скандал в Омской области. Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи провезли двух пациентов в возрасте 78 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию местного Минздрава. Сотрудники скорой помощи заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больница отказывается их принимать. В результате в машинах скорой помощи закончился кислород, необходимый для поддержания жизни больных. И в результате со словами «Мы вас привезли туда, где находятся виновники вашей возможной смерти», сотрудники скорой помощи после кругов по городу выкинули больных ковидников в здание местного Минздрава. Вот прям выкинули. Ну и хорошо, хоть не на улицу. И в местном Минздраве не будь идиотами, местные чиновники от Минздрава могли бы из этой истории извлечь выгоду и обернуть всю в свою пользу. Вот смотрите, смотрите, больницы везде переполнены, да, а значит мы принимаем больных с ковидом не где-то там на отшибе Омска, а прямо у себя в главном офисе Минздрава Омской области. Но чиновник не идиот, это не российский чиновник. Возмутились, да еще как молнии местом больным в главном офисе местного Минздрава. А в других странах койки устраивают прямо в офисах главврачей. А тут а тут видите ли в местном Минздраве не место больным святая святых Омской медицине. Причем возмутились даже не местные чиновники от Минздрава. Они прекрасно понимают ситуацию. А возмутились федеральные их коллеги. И лично министр здравозахранения Мурашко он отметил, что в условиях пандемии все работники и руководители системы здравоохранения должны действовать как единый механизм. И поэтому Росздравнадзор просит Омск для проверки организации оказания медпомощи в регионе. А просите, а кто в Омске в этой истории с больными виноват? Бедные врачи скорой помощи, которые 10 часов возили больных от больницы по больницам региона приемные отделения Омских больниц, где уже люди даже в коридорах лежат и где действительно больше нет мест. Чиновники местного Минздрава Омской области, которых, во-первых, не выгнали больных с ковидом из своего здания, а во-вторых, отыскали такие места для них и устроили их в 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 получается таков, что виноват в этой истории сам лично Мурашко. И его люди едут проверять Омских врачей. Мурашко не подготовил систему здравоохранения к пандемии. И его люди едут проверять Омских врачей. Но ведь федеральное министерство в этом и виновата, что не хватает койк в больницах и врачей. Тоже было не так давно в поликлиниках моего родового города Самары. То же самое творится и в поликлиниках моего родового города Самары. Там, когда я нашел мне местный замглав врача хорошая женщина мне объяснила, как там у них все замечательно в кавычках устроено. Все врачи либо на больничном, либо отправлены на скорую помощь. Ковид-10 по сути смял все первичное звено здравоохранения. А сейчас взялся за вторичное. Так что пациентов не смогли принять 10 часов это не вина омских медиков. Такой пиздец творится сейчас по всей стране. И виноваты в этом не чиновники омского Минздрава, а виноваты в этом как раз-таки федеральный Минздрав. И лично господин Мурашко. А чиновники омского Минздрава даже не знали на что их поругать. Они ковидников все-таки несмотря на полнейшую загруженность больниц устроили, устроили. Да, они могли бы сделать шикарную пиар акцию и принимать больных с ковидом непосредственно в здании Минздрава. Но они этого не сделали. И в этом действительно их вина. но вина Мурашко здесь намного больше. Потому что он не подготовил по всей стране систему здравоохранения. Корик действительно не хватает. Врачей к такому масштабу эпидемии никто не готовил. И в этой связи очень правильно то, что ну раз уж нет мест в больницах так перепрофилируйте местное отделение Минздрава. Это и логично и даже правильно. Но идиот Мурашко против. Он и его замы привыкли работать в шикарных комфортальных условиях. И чтобы им больные не мешали пусть подыхают в скорых помощи. вот суть заявлений Мурашко по интенденту в Омске. Другая проблема то, что в принципе чиновников Минздрава больше, чем врачей. И зарплата у них в разы выше. И естественно это влияет в негативном плане на коечные места в больницах. В целом надо признать, что ситуация с коронавирусом в России выходит из-под контроля. Вышла. Вот в Ростовской области люди умерли из-за нехватки кислорода. В Омске скорая помощь а, ну да, теперь уже никакая не скорая помощь тоже. И это не только в Омске. А медленная помощь, ведь люди ждут по 7 дней, чтобы приехала к ним скорая, не могли элементарно переправить больных в больницу. Что же дальше будет, вопрос повисает в воздухе. Но чиновникам от Минздрава все это до фонаря. Они продолжают грызться между собой. Федеральное министерство прессует региональных коллег, врачи больницы прессуют сотрудников скорой помощи и так далее по кругу. Вот такое офигенное здравоохранение у нас в России. Или как правильно называет его господин Делягин система здравозахранения Российской Федерации граждан. И виноваты в этом не омские врачи, не омские чиновники, а виноваты в этом сам господин Мурашко. Такое было добро в эфире. Не надейтесь на скорую помощь в России, она к вам больше не приедет. Подыхайте прямо на улице. Спасибо за внимание. На следующей неделе мы не увидимся и будут праздники, а вот потом, через неделю, встретимся на пропагандистских передачах. И из-за этих праздников, кстати говоря, имеется ввиду 4 ноября, могут или не вернуться, кто-то сдохнет от коронавируса, а потом, а те, кто не сдохнут, им объявят карантин, и они будут по домам сидеть. Я в этом уверен. Но, тем не менее, увидимся не на следующей неделе, а через неделю. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok